Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса» и ее ведущие Василий Богданов и Светлана Соловых. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Альдетранс» Александр Ищенко. Здравствуйте, Александр! Сегодня поговорим о технологиях, связанных с логистикой, с транспортом, с грузами и прочее. Я сам очень далек от этой темы, но я вообще представляю себе какое-то волшебство, когда мы приходим в магазин и видим, что там огромное количество товаров, каждый на своем месте, а при этом коробки произведены в одном месте, блистеры в другом, сотни предприятий, десятки тысяч поставщиков. И как это потом все оказывается перед нами на полках, это, конечно, маленькое чудо. И за этим чудом стоит труд огромного числа компаний, каждый из которых на разных участках что-то делают. Вот сегодня поговорим о том, что делает Ваша компания. И, собственно, начнем с этого. Кто Вы, что Вы, сколько Вас и какое место на этом большом пути занимает Ваш бизнес? Да. Наша компания буквально через месяц будет отмечать свой маленький юбилей, пятилетие. Ну, нормально, да. Пять лет назад мы организовались, были совсем-совсем маленькие, но у нас был огромный опыт. Где-то до этого работали? Да, безусловно. В области логистики был получен хороший опыт, было большое стремление, было немножко страшно. Но, кстати, это вот классическая история, когда менеджеры работают в какой-то компании и в крупной, очень часто в крупной, сталкиваются с бюрократизмом и говорят себе, вот этот бизнес-процесс я бы сделал лучше. Они же, блин, там сидят, не дают мне возможности развернуться. Пойду-ка, я сделаю, организую свое дело. Да, и в конце концов человек говорит, да пойдем и сделаем сами. Что мы тут сидим, бьемся, так сказать, об стеклянные потолки? Так было, да, Александр? Да, безусловно. Так было, основная была сложность, наверное, в том, что я занимался большими отправками больших грузов, больших лотов. То есть это были балкерные теплоходы, вот, трех тысяч тонн и более. И, естественно, для маленьких компаний. А что это такими проходами? Это зерно или что-то? Нет, это металлургическая продукция, прокат стальной. Вот, в разные страны мира, во все практически я отправлял. Но, когда пошел уже на самостоятельное свободное плавание, то, естественно, это было очень сложно находить таких клиентов, которые, то есть это металлургические заводы какие-то крупные. Но у них уже однолажные связи. Это раньше ты работал менеджером в крупной компании, а теперь ты новичок на рынке. Кто тебе поверит, кто тебе доверит? Да, безусловно. И здесь было понято мною то, что существуют, как вы правильно сказали, всевозможные товары народного потребления, товары, которые пользуются большим спросом, да, и существует такое понятие, как контейнерные перевозки. То есть контейнерные перевозки – это перевозки небольших партий товаров. То есть с данными перевозками связаны многие-многие участники нашего бизнеса. От маленьких компаний, которые, условно говоря, там привозят какие-то, начинают какой-то свой бизнес. И заказывают один контейнер из Китая. Абсолютно верно, да. И таких предпринимателей очень-очень огромное количество в нашей стране. А, я понимаю. Для того, чтобы поплыл пароход, нужно скомплектовать тысячи контейнеров, которые как раз и набираются, и множеством брокеров там, да, или как у вас называется на этом рынке? Это называется транспортно-экпизитерские компании, которые являются в данном случае, то есть с чего мы начали наш бизнес, это является компания, которая является прокладкой между клиентом и крупными компаниями, которые владеют теплоходами, контейнерами, подвижным составом и так далее. То есть наша задача… То есть у вас чисто такая информационная задача, да? Да, мы должны… Информационно-упробленческая. Абсолютно верно. То есть мы должны, наша основная задача, это качественно дать консультацию клиенту по поводу той или иной перевозки, сделать наиболее быстрый, эффективный, дешевый способ и далее качественно информировать о движении товаров и остальных каких-то возможностей, которые происходят. Тогда сейчас, сейчас, чуть поподробнее. А вот ваши клиенты – это кто? Наши клиенты на сегодняшний день, начиная, опять же таки, от металлургических заводов, то есть мы, в частности, сейчас занимаемся и балкерными отправками, то есть отправками теплоходов, также и, условно говоря, до совсем маленьких предпринимателей, которые хотят отправить, может быть, даже 10-20 килограмм груза. Ну, это же прям совсем как почтовая какая-то отправка. Отправить чем, кстати, действительно? Какие виды транспорта вы используете? На сегодняшний день основная наша деятельность – это мультимодальные перевозки. Это что это такое? Мультимодальные перевозки – это перевозки смешанного типа, где участвуют, например, морские перевозки, железнодорожные, автоперевозки. На сегодняшний день мы очень тщательно развиваем такое понятие, как сборные грузы, перевозки сборных грузов. И у нас, например, существует из ряда стран, таких как Китай, Корея, Турция, США. То есть у нас есть арендованные склады, свои агенты, которые собирают мелкие грузы, и регулярно у нас уходят контейнеры, в которых присутствует, может присутствовать 2, 10, 20 потребителей, которые ждут своих товаров. Давайте тогда так. Сейчас правильно я понимаю, что по-другому цепочку эту разложим. Допустим, какой-то предприниматель торгует детской одеждой. Он должен заказать в Китае или где-то еще контейнер или 2 или 3, принять у себя где-то в Москве на склад. Он это кому-то уже продал дистрибьюторам либо магазинам, им это все разделить и в каждый магазин отправить. Ваше место здесь где в этой цепочке? В данном случае к нам обращается клиент, мы ему даем форму заявки, и мы у него спрашиваем, какие услуги вам необходимы. А он не знает, он говорит, мне нужно контейнер получить и своим ручным магазинам отдать. Какие услуги? Понятия не имею, какие услуги? Это и есть, он говорит, мне нужен полный комплекс услуг, по-русски говоря, я хочу видеть у себя здесь товар. Мы говорим, понятно, в наши задачи входят все этапы. То есть он нам дает, где он это покупает, мы связываемся с отправителем, мы заказываем транспорт, мы делаем таможенное оформление, мы привозим сюда, мы привозим в ту точку, куда он сказал. А ведь транспорта вы сами выбираете, да? То есть как-то оптимизируете процесс? Да, в основном это происходит так, но бывает, например, когда клиент уже имеет какой-то опыт, то он нам говорит, я хочу вот только так. Теплоходом. Да, соответственно, мы ему просто даем какие-то более интересные предложения по тем или иным перевозчикам, срокам, условиям оплаты и так далее. Хорошо. Вот хороший вопрос, Света, я сейчас его продолжу. Смотрите, когда действительно много задействовано в этой цепочке поставок или доставки, задействовано много видов транспорта и много видов маршрутов, вот здесь как раз поле для, с одной стороны, либо там компетенции, конкуренции, либо наоборот проигрыша. Либо зарабатывать на этом денег. Да, либо заработать, либо потерять, потому что действительно один логист, или как вас правильно называют, построит один маршрут, да? Другой, так сказать, построит другой, там могут различаться цены, там что-то еще. Вот где здесь, собственно, и конкуренция происходит, в чем она? Вы знаете, конкуренция происходит в том, что сейчас очень большая конкуренция в этом виде бизнеса, да? Потому что достаточно большое количество компаний, которые занимаются этой деятельностью, с первого взгляда она кажется легкой. Ну нет уж, нет, нет, конечно, это не легкая деятельность, да. Но, тем не менее, могу вам сказать так, что экспедитор – это такой человек, который отвечает за груз, отвечает за сроки, за все, и очень важно найти людей, с которыми очень комфортно работать. Потому что регулярно происходят какие-то ситуации, при которых очень важно, чтобы экспедитор мог правильно поступить, сделать какие-то экстренные меры, предпринять, да? Ну, например, как, что машина перевернулась? Например, нет, не дай бог, машина перевернулась. А что, какие были ситуации? Условно говоря, существует отправитель, это очень часто, не очень часто, а практически всегда, это иностранцы, которые говорят на другом языке, и у которых есть свои специфические какие-то вещи, да, с ними нужно найти общий язык, с ними нужно договориться. Иногда бывает, да, то, что там, например, транспортное средство не пришло вовремя, нужно найти замену, где-то, возможно, даже что-то повредилось и так далее. То есть это нужно все… А, все-таки машина прокинулась. Или они говорят, у нас сиеста, подождите. Да, абсолютно верно. И необходимо сделать так, чтобы как-то убедить людей на той стороне, откуда это привозится, да, либо здесь. Чтобы они все погрузились. Нам необходимо, да, это сегодня, а лучше еще вчера. И вот люди, у которых это получается, они очень действительно ценятся. То есть это, в принципе, да, то есть логистика, я не уверен, но всегда думаю, по моему мнению, это от слова логика. То есть человек, когда должен всегда, особенно в каких-то сложных ситуациях, очень быстро попытаться найти выход и построить правильное отношение с перевозчиками и так далее. Потому что людей очень много в данной цепочке, да, все имеют свой характер, свои особенности и так далее. Это очень важно. А как происходит борьба вот здесь за клиента, да? Ну, там, наверное, компания-заказчик, вот, логистических услуг, наверное, там отправляет свой запрос, вот как мы сейчас только что в нашей деловой игре там сформулировали. Я хочу там контейнер отсюда и развести его в конечном итоге, доставить там до моих там 28, так сказать, клиентов рочных там точек, да. Сколько стоит? И через там 3 дня каждой компанией, или даже через один день, там в 10 компаний разослал, в 10 компаний прислали прайс-листы. Вот здесь… Ну, типа мини-тендер такой, да? Да, 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 да. Вот здесь побеждает самая низкая цена? Да, в первую очередь самая низкая цена, но во вторую очередь существуют такие вещи, как отсрочки платежа. Ну, и очень важно, это все равно какое-то личное понимание людей, понимание, как работать и так далее. Ну, репутация, что тут говорите? Практически, как и везде, наверное, да, кажется, что сначала, что рынок, он заполнен полностью, очень сложно туда попасть. Но путем всевозможных уговоров, настойчивости и так далее, люди, в том числе и крупные компании, они идут на то, чтобы не складывать яйца в одну корзину, они пытаются как-то диверсифицировать на другие компании, пробовать, потому что если стоять и заниматься с одним экспедитором, он может немножечко увеличивать свои заработки, тем самым клиент не будет об этом знать. Поэтому это очень правильно, и многие компании, крупные, не очень крупные, они всегда в поиске и в принципе… То есть на рынке всегда есть место для, как сказать, открытых тендеров или каких-то новых решений? Да, это не всегда просто, конечно, переманить в каком-то степени. А вы участвуете в тендерах или вы делаете превентивные шаги, приходите к клиенту и говорите ему, слушай, ну вот мы там про тебя знаем, ну там, что ты там торгуешь тем-то и тем-то, это в общем несложно узнать любому предпринимателю, который хочет что-то продать на рынке, он сначала должен о клиенте что-то узнать. Вот, вы привозите там то-то и то-то, давайте вы нам дадите маленький кусочек и вы увидите, что мы вам сделаем лучше или как вы это делаете? Да, безусловно, в принципе, вот что касается более-менее больших грузов, именно так это и происходит. Не всегда клиент готов сразу идти на это, но тем не менее вода камень точит, поэтому очень часто происходит, что сначала клиент говорит, нет, у меня все решено, у меня есть партнер, вот я работаю год, два, десять, но проходит какое-то время и… Находите способы замотивировать. Да, замотивировать, объяснить правильно, показать, рассказать, то есть найти очень важно, да, то есть все идет вперед и точно так же какие-то логистические решения, они тоже не стоят на месте и поэтому очень часто, да, ежемесячно, например, предлагать какие-то новые услуги, новые какие-то услуги. Билеты туда-обратно за 5 тысяч рублей, да, и вроде как вы работаете, да, вот с одним, летаете, летаете, а потом вроде вам присылают и говорят, вот, хорошее, даже не вы видите, не можете просто… Хорошо, давайте мы во второй части программы поговорим, собственно, о том, как устроен этот бизнес с точки зрения экономики, там, издержек, так сказать, рентабельности, что там, куда он идет вообще, где там… Да, да, после небольшого перерыва. Дорогие друзья, мы вернемся через пару минут, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, снова здравствуйте, мы продолжаем программу технологий для бизнеса. В студии Василий Богданов и Светлана Соловых. Напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Альдетранс» Александр Ищенко. Еще раз здравствуйте, Александр Ищенко. Еще раз здравствуйте, Александр Ищенко. Партнер нашей программы – компания Asus. Мы используем в студии Asus ZenBook UX302. Пожалуй, один из самых красивых и стильных ультрабуков. Он имеет мощную аппаратную начинку, а его корпус покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. ZenBook UX302 от компании Asus – отличный выбор для дома или офиса. Продолжаем разговор. В первой части, в общем и целом, поговорили вот о том, чем занимается логистика, да, вот в вашем случае. На чем здесь происходит заработок, там, да, где основные сдержки, в чем экономика. Вот я, кстати, слышал, что, по-моему, по спортивной обуви или одежде, что только мне кто-то рассказывал, что в стоимости, вот, ну, как там товар стоит, не знаю, там, кроссовки 100 долларов, там, да, 3 тысячи рублей, там, 4 тысячи рублей. В них, там, 500 рублей – это стоимость этих кроссовок в Китае, там, тысяча рублей – это стоимость их привозки, логистики, и там, 2 тысячи рублей – это, да, там, реклама, там, рочная торговля, что-то еще. Вот, вот, ваша, как бы, добавочная стоимость в цепочке, она какова? Вы знаете, так нельзя сказать, потому что очень разные товары, очень разная их стоимость. Ну, то есть в металле это, там, полпроцента, а там, в пуховых подушках это может быть. Да, это может быть и 50%. Логистика, транспорт является одним из основных вопросов, которые рассматривают при поставке того или иного товара. Очень важно найти правильный путь и правильно посчитать логистику, таможню, тоже, да, в наши, например, услуги это тоже входит, таможенное оформление. Для того, чтобы быть на рынке с тем или иным товаром, это одна из самых основных составляющих, потому что с поставщиками очень часто сложно договориться о каких-то скидках, много… Вы имеете в виду с поставщиками услуг того же самого транспорта непосредственно? Нет, 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 с поставщиками товаров, у которых это закупается. Вот, соответственно, а найти логистические решения, их можно, если их хорошо поискать и найти качественные компании по логистическим услугам и по таможенному оформлению. Ваша услуга стоит, не знаю, там, 100 рублей. Да. Из этих денег, сколько денег вы отдаете, с какую часть вы отдаете на, собственно, услуги третьих лиц, то есть тех же самых уже автомобилей, там, пароходов, теплоходов, таможенных брокеров, там, не знаю кого, и сколько остается вам, то есть какая пропорция? Я пытаюсь понять, сколько стоят информационно-управленческие таланты, да, сколько стоит искусство составления маршрута. То есть понятно, что, в принципе, там тонны километра стоят примерно одинаково. Вот есть автомобиль, они столько-то везут, и там, в общем, сильно особо не сэкономишь. Искусство создать правильный маршрут. Да, все верно. Сколько стоит? Если, что касается, например, автоперевозок, там все просто, достаточно. Есть агент, который зарабатывает агентское вознаграждение. Это может быть 100-200 долларов. В данном случае, с машиной любой перевозки, будь то российская, либо международная. Что касается того, чем занимаемся мы, стараемся заниматься, здесь наш клиент не знает, сколько мы зарабатываем. В этом и является наша задача. Чем больше цепей… Чем больше вы отожмете у поставщика непосредственные услуги, да, там, у автомобильщика или там у кого? Верно, да. И чем больше у нас цепей поставки, то есть, например, морская, железнодорожная, авто, то есть, тем больше мы зарабатываем. Мы к этому стремимся. То есть, чем больше мы от двери до двери, если мы привозим, это для нас является показателем того, что мы с клиентом правильно поработали, он нам доверил всю свою работу в данном сегменте. Скажите, а вот на начальном этапе, когда вы организовали этот бизнес, какие требовались вложения, вот сколько нужно денег, чтобы открыть логистическую компанию? Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы открыть логистическую компанию, денег нужно совсем немного, нужно много опыта, большое, очень большое стремление и желание. Потому что, по большому счету, вот мы открывали нашу компанию с минимальным зато, то есть, это аренда офиса и оргтехника. Изначально у такой компании, как мы, действительно, это очень сложные времена, но потихонечку нарабатывается опыт, люди узнают, люди начинают доверять, начинается общение и работа с подрядчиками. А когда бизнес стал уже прибыль приносить, через сколько? Вы знаете, более-менее мы начали уже выдавать зарплату, и буквально через полгода. А сколько человек всего сейчас работает? На сегодняшний день 20 человек. А начинали трое, пятеро? Нет, начинали двое. Двое? Да, вот в офисе двое. То есть, вы полгода работали, сами себе зарплату не платили, то есть, просто искали клиентов, бегали, рыскали? Да, да. То есть, именно так, как вы говорите, так и происходило. Именно бегали, рыскали, занимались тем, чтобы о нас больше узнали, чтобы у нас было как можно больше подрядчиков, тех людей, с которыми мы работали. Мы пытались показать о том, что мы на рынок пришли не на год, не на два, а на долго, и чтобы нам начали доверять. И в том числе происходило сарафанное радио, оно здесь очень применимо. И, в принципе, потихонечку вот так мы развивались. А вот, смотрите, ну, вы же до этого работали в крупной компании, а там труд логиста хорошо оплачивается? Ну, сколько там, 100, 150 тысяч, 200 тысяч рублей, зарплата какая нормальная? Это было давно уже, ну, то есть, оттуда я ушел 7 лет назад. Ну, так если примерно хотя бы вспомнить. Примерно, я думаю, на сегодняшний день логист в хорошей крупной компании, я думаю, что это около 150 тысяч рублей точно. То есть, это начальник отдела логистики, я думаю, где-то так, потому что, действительно, работа очень сложная, очень ответственная, и человек отвечает очень-очень многим. А вот друзья, родственники не говорили там, слушай, Александр, ты что, с дуба рухнул, ты что, дурак, что ли, там, ну, ты же работал, получал зарплату, ты тут бегаешь, никому не нужно, так сказать, сидите, кости гложите. Будут ли эти заказчики, нет, неизвестно. Вы знаете, так, наверное, в жизни произошло, я очень рад тому, что я пошел этим путем. Далеко не всегда просто, далеко не всегда, да, но это очень-очень интересно, это очень-очень развивает, это очень придает сил. Ну, ты становишься другим человеком, когда у тебя есть свой бизнес, когда ты ответственен за людей, когда ты хочешь развиваться, познавать что-то новое и принимать решения, это очень важно. Для меня, наверное, это то, что нужно. А вы рисковый человек? Думаю, что да. А вот с точки зрения, опять же, того же самого риска, этот бизнес, он какой? Мы знаем, сейчас не очень простые времена, и некоторые отрасли лихорадят, некоторые компании, увы, закрываются или приостанавливают свою деятельность. А вы спокойно спите или не очень? Вы знаете, я стараюсь спокойно спать, потому что напряжение за эти пять лет было всегда очень достаточно серьезное, поэтому нервами и напряжением к делу не поможешь, поэтому очень нужно стараться, я это стараюсь делать, и более-менее это получается, да, расслабиться и пытаться работать, заниматься. Ну вот на сегодняшний день, когда вы вышли уже на такие, ну там, как нормальные рельсы, да, уже сколько, 20 человек работает? Да. Вот 20 человек работает, там, 5 лет компании. Вот у вас сегодня, каков уровень, ну не знаю, там, заказов, ну там, не знаю, средний чек, там, сколько-то, миллион рублей, там, за, ну вот, организацию, там, 3 миллиона, 5 миллионов? Ну, у нас мы измеряем наш уровень немножко в другом, да, в тоннокилометрах? Нет. В баррелях нефти. В контейнерах. А, контейнер. То есть на сегодняшний день у нас порядка 300 контейнеров в месяц. Это считается как вот? Это считается, я считаю, хорошая, уверенно настоящая компания, но, скажем так, в этом бизнесе действительно риски очень большие сегодня. Ну-ка подождите, подождите, ну какие у вас риски большие, если вы, как бы, управленческая информационная компания, по сути, да, то есть, если, например, бизнес скукожился, ну там, какие-то заказчики, ну, вот, там, торговля, да, значит, сам же основной заказчик, заказчик это торговля, если мы говорим про товары массового спроса, но в каких-то магазинах упал спрос, люди стали меньше возить, у вас уменьшились объемы, ну что, вы там 15 человек из 20 отпустили на вольные хлеба, так сказать, переехали в офис, этот, в коворкинг-центр, ну и что, вы спокойно переживете риски. Риски у кого, у кого контейнер завис, вот у него риски, потому что он заплатил за него в долларах, теперь они в рублях, теперь он никому не нужен, вот он теперь завис, а вы то что? Да, безусловно, в этом плане, конечно, наверное, нам немножечко полегче, но, так как вы говорите, отпустил 15 человек, просто так это очень сложно, и каждый человек, это жизнь, да, и тем более у нас очень сплоченный коллектив, мы к нему шли. А вы восьмой год не проходили в бизнесе? Нет, восьмой год мы не проходили, смотрите, тогда это все просто, значит, можно людей жалеть сколько угодно, но когда возникает ситуация, что ты, например, больше не зарабатываешь, ты им платишь сначала из своих сбережений, там, из своих запасов, потом оказывается, что твоя компания накрылась медным тазом, и все, поэтому, да, предпринимателю приходится быть жестким, если он хочет сохранить компанию, 15 человек, ты сказал, ребят, такие времена, пятерых костяк я оставил, там, да, буду работать сам, возвращаюсь к старым методам, пойду продавать, а что делать? А минут 20 человек не продержишь. Ну, подожди, это вообще может коснуться логистического направления? Безусловно, на сегодняшний день, это очень сильно коснулось, то есть на сегодняшний день при таком падении рубля, безусловно, все клиенты, всех, это затурнал, они все... Розницы падают в продаже, заказывают меньше перевозок, и все. У нас меньше работы, естественно. На сегодняшний день, конечно, все клиенты, они находятся в небольшой, мягко говоря, в небольшой панике, да. Я другое слово сказал. Да, поэтому очень непростые времена, очень, но мы стараемся находить все равно какие-то решения, действительно, начинаем больше работать, начинаем больше обращать внимание наших крупных клиентов, больше проводить с ними работу, потому что, действительно, в этой ситуации мелких, много компаний может... Да, вы сами вернулись к продажам? Да, вернулись к продажам, более того, мы сейчас... То есть, порой, ну, там, год назад, когда у тебя работает уже 20 человек, ты занимаешься больше управлением людьми, уже сам перестаешь, только с самыми-самыми крупными клиентами ты поддерживаешь личные отношения. Но когда наступают тяжелые времена, директор засучил рукава и пошел в поля, да? Абсолютно так, да. Более того, мы сейчас очень делали, уже не только сейчас, а где-то, наверное, год назад начали работать над вопросом, очень упор делать на сборной грузы. Потому что очень много предпринимателей, которые хотят начать бизнес, привести что-то небольшое и так далее. И очень много людей, которые обращаются в интернет и хотят... Крупные компании возиться с этим не хотят, а мелкие не могут обеспечить надежность. Абсолютно верно. Вот тут как раз полянка. Да, вот здесь мы... Кто не боится черной работы, собирать вот эти по килограммам там, да? Да, да, да. Вот, соответственно, на сегодняшний день мы делаем сайт, который сможет соответствовать требованиям таких клиентов, которые для того, чтобы они могли зайти на наш сайт и запомнив заявку, понять, сколько это будет стоить, далее отследить груз в пути следования. И, соответственно, это очень интересное направление, на которое я, например, делаю очень большие ставки, в связи с тем, что неизвестно, как у нас будет дальше экономическая ситуация. А какие клиенты вам особенно нужны? Особенно нужны всегда всем крупные клиенты, постоянные, но могу сказать, что вот сейчас, по моему мнению, для меня пришел тот момент, когда очень важно, наверное, чтобы наш продукт стал массово потреблением. Что это такое? Автоматизировать его. Да, чтобы мы не рассчитывали на людей, одних или вторых крупных компаний и так далее, а чтобы наш продукт был в интернете, точно так же, как вы, например, хотите зайти в интернет и заказать книгу, точно так же могли зайти в интернет и просто заказать эту услугу. Дорогие друзья, в эфире была программа «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Александр Ищенко, а вели программу Василий Богданов и Светлана Соловых. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok